Да, 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 Дастан, я тебе скажу, что в 50-х, 60-х годах прошлого века Жил в Алматы такой человек вот такого роста, примерно как вот сейчас разница между нами была, когда я стоял на стремянке Потому что рост его был 2 метра 38 сантиметров Звали этого гиганта Увайс Ахтаев Ну, а попросту в народе с любовью алматинцы его называли Вася Чечен Юный Вася приехал в наш город в 1946 году Молодежь, способную к спорту, искали тогда по всей республике И вот Павел Георгиевич Чулок, бывший тогда заведующим кафедрой легкой атлетики в Институте физической культуры Заметил его в Джамбулской области и привез в Алмату Мальчишка был высок, по-восточному воспитан, уважитель, но никто тогда даже представить не мог, что на многие годы он станет алматинским уникумом Уже в 1947 году он победил в легкоатлетических соревнованиях на первенство Алматы Бегал своеобразно Представьте себе, скачет по саванне жираф плавно и величаво Остальные рядом с ним казались этакими зебрами, семенящими на коротких ножках На дорожке он был всегда первый Потом полюбил водное поло и стал заниматься этим видом спорта Здесь тоже отличился Все игроки плавают, а Вася по дну ходит Но истинным звездным временем для него стал баскетбол К решающим встречам алматинцы подготовили противникам необычного партнера Пара распасовщик Арминак Аллачачан, нападающий у Вайс Ахтаев, памятна до сих пор Настолько невероятно они были сыграны, что все диву давались Братья, ну вроде бы не близнецы, хотя оба играли блестяще Вася устраивался почти под корзиной, ждал паса на добивание Аллачачан на распасовке Выброс, удар, бросок, очко Выброс, удар, бросок, еще очко И еще, и еще Играя за сборную команду Казахстана на Спартакеаде народов СССР Они были признаны лучшими У Васи промахов не было Столкнувшись с сильным, опытным противником, алматинцы вынуждены изменить тактику Раньше во время атак Ахтаев находился обычно на половине противника, вся команда играла на него Сейчас он создает возможность нападать более быстрым игрокам Кстати, о точности удара Помимо всего прочего, он был великолепным бильярдистом Доставал любой шар с любого борта Из-за гигантского роста у Васи часто возникали бытовые проблемы Самым высоким человеком в мире считался американец Роберт Уодлоу В 1940 году его рост равнялся 2 метрам 72 сантиметрам Вторым великаном в мире был китаец Бао Сишун Рост которого в 1960 году составлял 2 метра 36 сантиметров Таким образом, Уайс Ахтаев был вторым или третьим самым высоким человеком в мире в то время Посудите сами, где найти ложе такого размера? А Васина Победа? На нее собирался смотреть весь город В четырехместном автомобиле можно было ездить только вдвоем Передние сидения были выброшены из салона, потому что не помещались гигантские ноги Автомобиль ГАЗ М-20 Победа Годы производства 1946-1958 Число посадочных мест 5 Максимальная скорость 105 километров в час Расход топлива 13,5 литров на 100 километров Масса 1460 килограмм Длина 4665 миллиметров Объем двигателя 2120 кубических сантиметров Максимальная мощность 52 лошадиные силы Его мама Амина была ему точно по поясницу Как и всякая приличная чеченская семья Они ходили гуськом Сначала мужчины, потом женщины Вася страшно не любил, когда на него глазели и попусту любопытствовали Однажды он стоял в парке Подбегает мальчишка с прутиком Чирк-чирк! С пятки, с носка Очевидно, пацаны поспорили о размере Васиной ноги Черный гигант рассвирепел Страшно закричал Произнес что-то по-чеченски Ногами затер метки И ушел У пацанов душа ушла в пятки Вася Чечен исчез из Алматы неожиданно По городу поползли слухи Вроде бы он продал свой скелет Медицинскому институту Насколько это соответствует действительности Тогда никто не знал Сейчас совершенно ясно Было у него больное сердце Жил он бедно Может быть и было некое предложение Но оно не состоялось Потому что скелета такого огромного роста В нашем медуниверситете Сегодня нет А вот совершенно точно мы знаем Что похоронен Вася Чечен Увайс Ахтаев У себя на родине На Кавказе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok